Абхазия вступает в очередной этап подготовки к предстоящему важнейшему политическому событию к выборам пятого президента нашей страны. Участники общеноценного движения по защите государственности Республики Абхазия вынуждены констатировать, что, к сожалению, за 35 дней до официального старта предвыборной кампании, а именно регистрации кандидатов на пост президента Республики Абхазия, 17 апреля 2019 года произошло резкое, неожиданное ухудшение здоровья депутата парламента Республики Абхазия, президента фонда АПРА, лидера оппозиции Аслана Георгиевича Джани, что привело к определенной напряженности общественно-политической ситуации. Для всех является очевидным, что Аслан Джани будет одним из наиболее ярких и очевидных лидеров, предстоящей президентской предвыборной кампании 2019 года. В связи с этим многие граждане выражают искренне озабоченность состояния его здоровья. Читаем необходимо проинформировать общественность о том, как происходило ухудшение здоровья Аслана Джани. Первые признаки ухудшения самочувствия, по словам его телохранителей, появились с днем 17 апреля. Вечером того же дня, находясь дома в городе Сухум, Аслан Джани почувствовал сильное недомогание. Резкое ухудшение самочувствия сопровождалось серьезными проблемами с речью. В связи с этим у родственников возникли подозрения на инсульт. К Аслану Джани был вызван врач, который после проведения осмотра исключил вероятность инсульта. Утром 18 апреля лидеры политической партии Амсахара, Алтас Квитзиня, Рамас Джопо и руководитель штаба общенационального движения Хишба, узнав о состоянии здоровья Аслана Джани срочно прибыли к нему домой. К этому времени речь Аслана Джани была полностью нарушена, поэтому общение пришлось лечить в письменном формате. Было принято решение о необходимом вывозе Аслана Джани в город Сочи для проведения медицинского обследования. Проведение обследования включало компьютерную томографию, полный анализ крови и другие исследования. Не будем скрывать, что в процессе обследования рассматривалось несколько версий о причинах тяжелого недомогания больного, в том числе возможность внешнего воздействия. Однако сочинские врачи затруднились поставить однозначный диагноз и на фоне ухудшающегося самочувствия Джани было принято решение о срочном вывозе его в город Москва. По прилету в Москву 19 апреля Аслан Георгиевич в критическом состоянии был госпитализирован в отделении неврологии Московской городской клинической больницы номер 12 имени Буянова, департамента здравоохранения города Москвы. Со слов московских врачей, оказавших первую помощь Аслану Джани, вероятность летального исхода во время авиаперелета из Сочи в Москву была весьма высокой. Нас, как и всю общественность Абхазии, естественно осторожил тот факт, что Аслан Джани, будучи здоровый, ведущий здоровый образ жизни, который ежедневно занимается спортом, в одночасье оказался фактически на грани жизни и смерти. Сегодня мы можем сообщить о том, что ситуация со здоровьем Аслана Джани стабилизировалась. Определенные признаки улучшения здоровья Аслана Георгиевича налицо. Все это дает нам уверенность о том, что в ближайшее время Аслан Джани после проведения необходимого курса лечения вновь войдет в строй и продолжит свою политическую деятельность. Следует сказать и о том, что в больнице приняты повышенные меры безопасности. 21 апреля сильное недомогание почувствовали оба личных телохранителя Аслана Джани. Вызывало тревогу то, что у одного из них наблюдались схожие симптомы. С такими же симптомами до этого был доставлен Аслан Джани. Оба сотрудника были вывезены в город Москву и в течение недели проходили обследования в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В настоящее время они оба выписаны из медучреждений. Их жизни ничего не угрожает. Один из них остается на учете в больнице. Наверное, в ближайшие 2-3 месяца он будет на медикаментах. Мы считаем важным, почему, что вопрос о неучастии Аслана Георгиевича на предстоящих президентских выборах не стоит. Все запланированные политические мероприятия продолжаются в штатном режиме. Можем констатировать, что данная чрезвычайная ситуация лишь укрепила ряды оппозиции и сплотила их во мнении о безусловном участии нашего лидера в президентской кампании 2019 года. Говоря простыми словами, Аслан Георгиевич Бжаня в соответствии с законом Республики Абхазия в срок примет участие в выборах на высший государственный пост нашей страны. Аслан Георгиевич Бжаня в соответствии с законом Республики Абхазия